С самого утра к правлению колхоза Кубань, что в дружбе, съезжались люди. Здесь проходило внеочередное собрание. В повестке дня было сразу несколько важных вопросов. Отчет действующего руководителя за прошедший год, заключение коллективного договора, обсуждение текущих моментов. И самое главное, выборы нового председателя колхоза. Сегодня Кубань – единственное сельхозпредприятие Карачаева-Черкесии, где председателя колхоза до сих пор выбирают на общем собрании. Мы еще сохранили себя как коллективно-долевое. Хотя мы и частная организация, но у нас коллектив, который функционирует на основании устава, где четко написано, что каждые пять лет проходят выборы председателя правления, правления, наблюдательного совета. И все это хозяйство наше принадлежит нашим членам колхоза, ассоциированным членам. То есть здесь нет едино лично того человека, которому бы принадлежало наше хозяйство. Сельхоз «Артель-Кубань» – предприятие в республике известное. Оно всегда было передовым. Основанное в 1929 году на протяжении девяти десятков, оно не растеряло своих традиций. Выстояло и в сложные 90-е годы прошлого столетия, когда большинство колхозов и совхозов ушли в небытие. Сегодня в обороте Кубани 2060 гектар. Здесь выращивают озимую пшеницу, ячмень, овес, подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу, сою и века овес на сено. Однако в нынешних условиях работать аграрием становится все сложнее, проблем хватает. Наши проблемы, наверное, точно такие же, как и у других сельхозтоваропроизводителей. Это диспаритет цен. На самом деле цены на нашу продукцию, они гораздо ниже цен на средства производства. Сегодня ни для кого не секрет, что семенной материал очень сильно подорожал, горюче-смазочный материал, запасные части. Конечно, это очень сильно сказывается на финансовом состоянии всех сельхозтоваропроизводителей, можно сказать, России, не только нашей. Поэтому у нас точно такие же проблемы, как и у остальных. Если раньше на закупку удобрений в колхозе тратили 3 миллиона, то в прошлом году эта сумма выросла в 4 раза. Практически то же самое произошло и с семенами, и запчастями на технику. А ведь ее состояние – одно из главных слагаемых успеха земледельцев, которые гарантируют хороший урожай. Очень дорогие запасные части. Особенно резина. Практически в два раза подорожало все. Ну, закупочные цены на нашу продукцию практически осталось, как прежде. Ну, там на несколько процентов, буквально на 5-6 процентов подорожало, и все. А сами поставщики запасных частей и сами запасные части, они, я не знаю, как будто в другой стране находимся. Например, это колесо на трактор в прошлом году стоило 15 тысяч рублей. Сегодня цена его выросла ровно в два раза. То же касается и нефтепродуктов. Я понимаю, если бы страна, допустим, завозила нефтепродукты со стороны, с другого государства. Ну, внутри государства вот такой диспаритет цен на нашу продукцию. Какие вы покупали? Мы вот покупали буквально вот последние уже 45-47 рублей за литр. Это вообще вот, ну, ни в какие экономические законы оно никак бы не лезет. Понимаете? У нас нет средств, допустим, на сегодняшний день покупать, продавая, значит, по одной цене, по низкой цене, а покупать по дорогой цене. Это практически хозяйство просто развалится. Это просто идет тенденция к этому. Своими силами придется решать и другие вопросы. А ведь это только начало посевной. Впереди битва за урожай. Фермерам республики пообещали господдержку. Им выплатят субсидии за прошлый год. Но по сравнению с предстоящими расходами, это капля в море. Удобрение очень сильно подорожало. По сравнению с прошлым годом, практически в два раза, если не в три. Если мы в прошлом году покупали ее по 14-16 рублей, в этом году по 23-30 рублей. Дефицит как и минеральных удобрений, так и вот нетрамофоски. На сегодняшний день, конечно, ситуация сложная, но будем выбираться, как получится. Я переговорила с поставщиками удобрений. Будем сейчас в течение 10 дней решать этот вопрос. Именно по нетрамофоске. Скажите, а как-нибудь государство помогает вам? Именно по минеральным удобрениям пока нет. Обещают? Пока не было никакой информации насчет именно минеральных удобрений. Проблема с ростом цены, как бы фермеры сами справляются. То есть своими силами? Своими силами, да. Вопрос, который мы не можем обойти стороной, касается запчастей. Потому что в хозяйствах Карачао-Черкесии есть техника, мы знаем, и отечественная, и иностранного производства. И вот если во время сева техника выйдет из строя, что делать фермерам? Где им брать запчасти, особенно если это техника иностранного производства? Опять-таки таких проблем к нам не поступало. Именно по проблеме запчастей. Но цена довольно-таки существенно изменилась, особенно на импортную технику. Порядка 50% цены выросли. Это существенно бьет по фермерам. На российскую сельхозтехнику выросло порядка 15-20%. И соответственно на запчасти российского производства тоже цена поднялась порядка 20%. Это интервью мы записали год назад. С тех пор мало что изменилось. Конечно, государство помогает аграриям республики. Однако это капля в море. Выделяемые субсидии покрывают лишь малую часть расходов. Министерство сельского хозяйства помогает по мере возможностей. Но хотелось бы заметить, что таким организациям, как мы, социально ориентированным, чтобы были какие-то, наверное, отдельные программы с существенной поддержкой. Потому что мы все-таки городообразующее хозяйство. Мы поддерживаем социальные объекты, которые находятся на территории нашего села. У нас официально трудоустроенные люди. И налоговая база у нас существенная. Поэтому хотелось бы не только на возмещение затрат претендовать, но еще на какие-то другие программы, которые бы были ориентированы именно на такие предприятия, как мы. Работать в таких условиях очень непросто. Однако на благополучие членов колхоза «Кубань» это никак не сказывается. Все соцобязательства перед парщиками Марина Барлакова выполняет. Это ее главная задача. Нас все устраивает. Уже более 30 лет работаем. Все нас устраивает. И зарплату ежемесячно дают. Пшеница, масло, сахар. Все-все. За последние годы ни разу не было такого, чтобы в колхозе «Кубань» задерживали зарплату. Зато построили столовую, диспетчерскую. Предприятие помогает ветеранам производства и нуждающимся семьям. Местной школе и детскому саду. Сегодня в хозяйстве работает более полусотни человек. Есть из кого выбрать нового председателя. Однако члены колхоза «Кубань» шли на собрание с единым мнением. Оставят на своем посту Марину Барлакову. В течение пяти лет Марина Барлакова продолжает дело своего отца Рамазана Айбазова. Руководить хозяйством в такие непростые времена – тяжелая ноша. Не каждый мужчина справится. Но Марина Рамазановна не сдается. Работникам колхоза «Кубань» не раз приходилось преодолевать серьезные испытания. Быстро им и сегодня, говорит Барлакова. Иначе нельзя. Колхоз «Кубань» – это социально ориентированное предприятие. Люди важнее всего. Коллектив все-таки трудится. Здесь уже ориентируйся на интересы коллектива. Здесь уже интересуешься, больше акцентируешь внимание на интересах того села, где ты находишься. То есть в нашем коллективе, у работников нашего коллектива есть дети, внуки. И нам не безразлично, допустим, нужды школы, садика, больницы. Поэтому мы, конечно, стараемся принимать активное участие в этом направлении. Я когда вижу, как все на работу выходят, когда жизнь гипит и силу оно живое, понимаете. Все-таки, когда частники, наверное, частным образом он сам решает, сколько ему работников брать, чтобы максимально выгода была. А у нас все-таки мы ориентируемся на прибыль максимальную, но все-таки у нас приоритет, наверное, человеческий фактор, чтобы максимально сохранить рабочие места. У нас пенсионного возраста есть многие работники. И я все время представляю, вот он долгое время проработал в этом хозяйстве. И ему надо, допустим, попадать под сокращение, ему надо думать о дальнейшей своей жизни. Некоторые, допустим, останутся дома, некоторые, не знаю, может куда-то устроиться. Но это очень большой стресс, на мой взгляд. И вот сам факт того, что человек ощущает себя нужным, ощущает, что его труд кому-то необходим, мне кажется, это вот для меня лично приносит удовольствие, когда я вижу, что люди заняты чем-то, что они вот считают себя целостностью чего-то такого большого. Я считаю, что вот для этого создавались колхозы, что все ощущали себя равными, что все ощущали себя нужными. Общее собрание членов колхоза «Кубань» единогласто решило. Продлить полномочия действующего председателя Мариной Рамазановной Барлаковой еще на один срок. Самое правильное решение считают люди.